Значит, что у нас происходит в теле, когда тело просто живое? Там множество всевозможных процессов, и это процессы как расширение движения, которые вы уже знаете. Но еще у нас все представляют, как у нас движется кровь по сосудам. Вот картинку представьте, физический закон, да? И у нас там как раз идет вот это волновое движение. Кровь все равно там, даже если вот оно где-то сужается, да? Кровь продвигается, а здесь и поэтому получается вот эта физическая волна. То есть откуда она берется? У нас волновые движения, линейные, услышите, и нелинейные, они присутствуют в нашем теле постоянно. Потому что у нас что? И кровь, и лимфа, и межклеточная жидкость, и сеновидальная жидкость она же двигается. Как она двигается? Вот она как раз идет волновое движение. Потому что это жидкость, это волна, понятно? Все понятно? Физика, никакой мистики. И это линейные и нелинейные. Что, почему линейные и нелинейные? Вот вверх и вниз это понятно, да? Да, вот у нас это, но мы же двигаемся, вот я сейчас вовсе перед вами машу руками. Там то одно делаю, то другое делаю. То есть в любом случае центр тяжести меняется, и положение тела, естественно, меняется. Если так, оно уже не прямолинейное, оно уже какое-то там по-другому. То есть оно в принципе, согласно пространственного положения, там всегда меняется линейное и нелинейное. То есть вот это, да, направление жидкостного движения. Но если у нас сейчас вот здесь Сережа лежит, то у нас точно так же получится, что с одной стороны что-то идет сверху вниз, там в руки, да, но что-то у нас идет, и вот таким вот образом, видели, как капилляры находятся, ничего на самом деле прямолинейного у нас там нет. Поэтому я и говорю о линейном и нелинейном движении. Чтобы ни в коем случае у вас в голове не возникало вот это вот движение жидкости, как очень часто, когда объясняют движение жидкости в организме, да, сверху вниз. Вот вы сразу представляете, сверху вниз. Но оно так не двигается. Оно двигается практически куда-то туда, потом еще откуда-то туда, и вот такая вот система совершенно сложнейшая, вот если вот передо мной картинка этих рек, да, посмотреть картину рек, вот как раз вот у нас точно так же и сосуды. У нас и движения реки тоже нет как такового прямолинейного. Где-то она обтекает, где-то она там, где-то два движения встречаются внутри, два подводные, да, вот такая сложная система. И эта сложная система у вас должна представляться в вашей голове для того, чтобы ваши действия были правильные, и они соответствовали процессам, которые происходят в нашем теле. Понятно? Вот это очень важно. Значит, как же нам вот это вот все сделать таким образом, чтобы вот внутри это происходило? Потому что если, допустим, что какой-то спазм, вы сняли спазм, но оно не включилось в это движение, знаете, как... Все знают вот этот метроном, да? Вот. Его чуть-чуть пальчиком подтолкни, и он вернется к своему движению. Если вы не подтолкнете, он будет свободен. Но ему нужно, чтобы кто-то помог. Вот когда процессы у нас длительно нарушены, тоже нужно, чтобы произошло какое-то нарушение давнее, у нас большинство этих давних нарушений. Нужно, чтобы кто-то хоть чуть-чуть подтолкнул, но подтолкнул именно в том направлении, в котором нужно. И вы знать не знаете, в каком направлении. Это раз. А второе у нас сразу же одномоментно, множественно, оно растекается в разные стороны. Вот, знаете, вот что-то там держало, вы сняли напряжение, и вроде бы уже оно там стало легко. Но следующий момент, тело себя еще, что у нас вот этот момент внутренней волны, ее нужно сотворить. И когда у нас тело наше делает эту внутреннюю волну? Во-первых, озноб. Это, в первую очередь, внутренняя волна. Да, мелкая, мелкая дрожь бывает. Иногда бывает какая-то другая, там более крупная. Когда, если кто-то на себе испытывал, что зуб на зуб не попадает, да, то у вас такая там, что вообще никак, да. А бывает, что прям оно трясется. То есть тело выбирает свою вот эту вот вибрацию, а-ля, ну я не... Внешне она выглядит вибрацией. Но вибрация вообще, это чаще всего, что такое вибрация? Она... Сама по себе любая вибрация, она неравномерная. А вот волна, если мы пускаем, да, то она идет равномерно. Почему я не говорю про вибрации? И вообще вибрации, как таковые, вредны для организма. И всегда, ну, по крайней мере, скажу, в Советском Союзе очень заботились о труде, и чтобы люди не теряли свое здоровье где-то в трудовых каких-то процессах, вот, то там в любом случае, значит, измеряли вот это вот качество вибрации, как они влияют на организм, в любом случае они влияют разрушающие. Вот. И была, если кто-то вот это помнит, то это знает, да. Отбойный молоток. Отбойный молоток. Это, не знаю, там тот же трамвай, да, вот есть положенное время работы, когда человек может работать, а дальше для него уже это разрушение. Отбойный молоток, пылки вообще через три года никакие. Вот. Ну и многое, даже в самолете определенный полет там и все будет. Короче, все продумано. Сейчас этого ничего нету. И кто здесь массажисты, значит, скажу, что физическая нагрузка по этому самому организм, да, к зоту, было не больше четырех часов. Массажист. Четыре часа в день, не более. Сейчас по восемь и считается, в принципе, все нормально. Вот. А можно и двенадцать тоже ничего. Ну, нужно думать о том, что все-таки есть какая-то грань, которая уже для нас является разрушением. И, значит, вот вибрации сто процентов. Есть вибромассажи, есть вибромассажеры, есть вибровоздействие там вот такое вот. А если вы почувствуете все, это неравномерное движение, которое приводит там внутри тоже, опять-таки, какое-то, если неправильное для тела, то что оно? Оно себя защищает и образуется новый спазм. Вибромассажер. Отличное сначала, вроде бы, хорошо. Самое главное, не передозировать. Вот. Но с другой стороны, это вроде бы, потому что где-то освобождается. И вот какая это грань? Как увидеть? Никто не может это увидеть. Но самое страшное, я вот неоднократно работала с людьми после виброкровати. Это штрындец. Это вообще просто люди приползали ко мне еле-еле и болело все. Вот. И сказать, что там никакого где не было способы, я даже не знаю, где сказать. Потому что тело начинает себя защищать везде. Поэтому рекомендация вам, конечно, вот вибровав всякие процедуры, ни в коем случае не рекомендуйте никому из ваших пациентов. И особенно вообще запрещение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова